всем привет с вами евгения и решила снять для вас обзор набора the governor цветы в стеклянной вазе потрясающий великолепный набор по картине голландского художника 17 века яна давица дхима этот художник специализировался именно на натюрмортах с низкого мировую славу в эрмитаже у нас хранится одна из его картин также букет примерно такой же и если вы посмотрите в интернете картины этого художника вы увидите что вариации на тему букета у него очень много и меняются только базы и расположение цветов есть картина например точно такая же где вот этот маг закрыт тюльпан открыт это тюльпан простите тюльпан он закрыт открыт гвозичка туда гвозичка сюда обязательно будут насекомые здесь где-то есть улитка я знаю что здесь где-то есть улитка вот на улиточки когда я увидел что ты выпустила такой великолепный набор я сразу его купила и как вы знаете ты и можно выбрать два варианта белый канву не на всех наборах но в данном случае на белой канве и на черной канве а также на мне или на канве я решила что нужно поберечь глазки поэтому выбрала канву но я решила что на черном этот порт ну извините натюрморт выглядит более музейной картиной более интересный вот и вот этот это канва это 18 алина гигантская сейчас я просто ее достала поняла что зря это сделала потому что у меня в доме есть кошечки несколько кошечек и эти кошечки тут же мимо пробежали и тут же все испортили не важно и у меня есть прекрасный ролик со скотчиком я все это почищу так давайте посмотрим что в наборе значит упаковка вот таким подвесом на наборе информации будет вот на таких языках включая русский пугаться не надо размер работы 72 на 49 и мы надеемся кратко на обложке биография художника если вам будет интересно вы сможете мукипедии про него прочитать и посмотреть на просторах русского статьи очень интересно достаем вчера я посчитала сколько здесь цветов потому что ты никогда не пишешь или пишет очень редко я не знаю я еще ни разу не видела чтобы написал сколько цветов используется в работе именно вот здесь вот состав . сама схема никаких дополнительных руководств и ниточки и я вчера села и перед пронумеровала ниточки чтобы узнать сколько же цветов используется работ в работе вот я взяла и карандашиком написала итогом это повторы две штучки вот третья 138 оттенков нитей многоцветка ли это я считаю что многоцветка может кто-то скажет только 200 оттенков или там 150 160 это многоцветка но для меня 138 это достаточно много иголочка джона джеймса собираем в коллекцию что я буду делать схему светить не буду просто покажу что она на 16 листах вот такого размера так называется вот шьется в одну нитку это сказано только здесь и шьется с середины пожалуйста вот так заметьте что художник писал эту картину с 1650 по 1683 год и 33 года буду ли я вышивать это 33 года посмотрим хотя достаточно большая схема светить не буду с упаковкой все понятно что хочу здесь ну как бы отметить для тех кто боится наборов теи для тех кто боится брать многоцветки вот такие вот большие и для тех кто все таки решится на этом я хочу просто маленький два совета первый совет касается канвы еще раз извините что тут шерсть при том что ее не видно это вот на камере сейчас видно канва гигантская да она огромная она с меня ростом вот этот стол который 120 сантиметров практически в одну сторону метр тут точно что я сделаю я возьму вот такую вот нитку мадейру водорастворимые нитки для наметки вчера я обшила канву на машинке зигзагом извините я это уберу смотреть и я вам покажу мой текущий процесс бабочку от dimensions которую я разметила через полгода после начала работы у меня это благостроил было выше то только телец и бабочки чуть-чуть вот крылышки начала ваша и разметила я видите вот поверх уже потому что я поняла что без разметки я больше вышивать не буду я стала ошибаться глазки уже не те что в юности и поэтому разметка обязательно буду размечать не . вот так вот но также я буду размечать серединку то есть 5 на 5 здесь будет маленький крестик его можно увидеть кстати если кому интересно это пальцы кловер и они такие крепится к чему угодно к столу они в общем предназначены не для вышивки от какой-то другой техники то есть еще буду размечать вот так вот потому что работала сложно сложно именно тем что расположение цветочков пойдут вот эти вот лепесточки тонкие-тонкие ниточки вот чтобы в этих местах не ошибаться вот размечены только 10 на 10 на 5 так это первое что я сделаю вот такой вот ниточка это прикол с этой ниткой по привычке когда вдеваешь этого в иголку облизываешь кончик здесь нельзя этого делать потому что водорастворимую тебе кончик просто исчезает и второе что я делаю это я перегруппирую нитки потому что ты отличается тем что у нее очень много похожих значков когда я вышивала и и делу с единорогом у меня была проблема я перепутала вот эту стрелочку и стрелочку которая смотрит вниз вот вот я их перепутала и мне пришлось пора по распороть очень много кто не помнит вот моя красавица вот ничего распорола заново вышла нитки достаточно хватает вот что я сделаю я сделала свои органайзеры потому что сейчас в продаже в данный момент а это пандемия мы сидимся дома я пыталась заказать органайзер пока их нет продажи нигде где я смотрела я сделаю из картон очки традиционные точно такие же и я сгруппирую палочки в одну прям подряд нарисую все палочки такую секунду растакую потом стрелочки потом допустим там что это дальше кружочки все все возможные кружочки квадратики на потому что у нее сгруппировано очень редко когда вот так вот вот здесь ты точно не ошибешься то есть ошибешься то получится что черненькая внизу будет зеленая черника верху это золотистый это неправильно то есть придется мне рам сделать еще одну работу такую вот смотрите здесь немножко вроде думаешь ура буковки пошли а нет треугольничек но стрелочка больше меньше они тоже встретятся квадратик вот квадратик еще год квадратик в общем чтобы не запутаться я проделаю еще такую дополнительную работу я надеюсь что это облегчит меня работу над данным проектом нитки яркие красивые вообще этот художник очень яркий очень сочный сочные краски в него используем зелени бесконечно очень много зелени но и ярких красных оттенков очень много золотых голубые очень красивые ты или номера не так невозможны это не демси но если кто-то идет на подвиг подбирать это по карте цветов не знаю такой проект стоит думаю что значит потихонечку не знаю буду я вышивать на ранее или на пальцах потому что девы с единорогом я вышивала точно также на вот этих кловерах и результат не хуже чем на раме вполне меня устраивает лучше или хуже аида или лен в данном случае ну зависит от того к чему вы привыкли или просто состояние здоровье потому что я бы с удовольствием вышла на льне но я знаю что мне сейчас это дается очень тяжело я делаю гимнастику для глаз если кому интересно подумайте тоже об этом посмотрите тоже на ю тубе есть различные гимнастики это очень полезно для вышивающих потому что вышиваем сейчас много и может быть на льне эта работа смотрелось бы лучше еще лучше но все таки хоть я не выбрала белый цвет основы черный но тут полка на концах кому что и сейчас вот на этой бабочки я как раз смотрю что я могу вышивать именно на конве на льне мне было бы очень тяжело у меня есть такая лампа светодиодная у меня есть светодиодная лента муж мне купил такую вот ленточку в строительном магазине она с выключателем где-то на полу нас будет выключатель от светодиодной ленты лента внизу лежит ни в коем случае нельзя чтобы светодиоды светили в глаза то есть идем надо прятать то есть чтобы вот вот здесь вот и вне было здесь вот когда вы сидите светодиодная лента все-таки должна быть спрятана внутри я знаю что девочки приклеивали ленту внутрь пялец я пробовала мне не подошло потому что тогда освещаются дырочки которые вот здесь а мне нужно по центру очень хорошую натяжку держит эти пянец вот поддержки такой обзор бояться-то и не надо все реально другое просто вышивка должна быть у вас всегда доступна то есть в любой момент вы пришли с работы сели повышевали одну ниточку и все и пошли дальше потому что проект этот надолго я знаю что девушки отшивали за полгода за несколько месяцев больше чем полгода конечно и конечно я думаю что мне будет много-много других проектов как обычно но я очень хочу такой букет в своем интерьере он потрясающим невероятный тюльпаны гвоздики и даже есть пшеница горошек нужно красота давайте вышивать дружно и хвастаться результатами всех целую обнимаю пока пока